В общем, главное здесь тесто. Тесто очень получается вкусным и воздушным, и ароматным. Берем молоко, добавляем к нему дрожжи. Перемешиваем до растворения дрожжей. Далее в муку просеянную добавляем все сухие ингредиенты. Соль, сахар, соду и ванилин. Перемешиваем. Далее берем 2 яйца, перемешиваем венчиком, добавляем к нему растопленное сливочное масло и кефир. Все перемешиваем, и теперь будем смешивать с сухими ингредиентами. Кефирную смесь выливаем с сухим ингредиентом, перемешиваем. Далее выливаем молоко с дрожжами и все тщательно перемешиваем. Это тесто необходимо вымешивать не менее 10 минут. Можно вымесить в планетарном миксере, а можно вымесить просто руками на столе. Тесто получается очень мягкое, немного липкое. Добавляем растительное масло в миску и обмазываем тесто. И оставляем на расстойку на 1 час. Теперь готовим начинку. В творог добавляем сахар. Хорошо перемешиваем. Добавляем 1 яйцо. Также перемешиваем и добавляем изюм. Все хорошо перемешиваем, и начинка творожная готова. Немного долгое видео, но зато я подробно здесь все показываю, как что делать. Так что у кого хватит терпения, досмотрите до конца. Достаем наше тесто, обминаем. И формируем вот такую колбаску. Делим ее на части. Я разделила на 8 частей. Каждую часть округляем и оставляем на столе под пленкой еще минут на 10 отдохнуть. Далее берем каждый кусочек, раскатываем в такой прямоугольничек. На один край выкладываем начинку. Вот так вот защипываем ее. Делаем такие надрезы на оставшиеся части. И сворачиваем вот таким рулетиком. Свернули рулетиком. И теперь делаем такую улитку. На один край выкладываем часть этого рулета, а другой край подворачиваем под низ. И так продолжаем делать со всеми остальными булочками. Вот, свернули рулетиком. Теперь вот делаем такую улиточку. Подогнули краешек под булочку. Теперь эти все булочки выкладываем на противень с пергаментной бумагой. Накрываем пленкой или можно накрыть полотенцем. И оставляем на расстойку на 45 минут. За это время наши булочки еще подойдут. Далее все булочки смазываем одним яйцом. Или можно смазать желтком. Или можно смазать желтком с двумя ложками молока. Смазали булочки. Оставили еще на 10 минут. После этого выпекаем в духовке при 180 градусах 20-25 минут. Ориентируйтесь на свою духовку. Вот такие воздушные, очень вкусные, ароматные булочки у нас получаются.